Это, знаете, я так понял, что здесь у нас в Казахстане ввели какие-то ограничения по поводу пользования Инстаграмом, потому что вчера было вообще никак. То есть он просто не принимал прямой эфир. Сейчас он хоть выбивает, но и то можно немножко пообщаться. Будем ждать, когда, наверное, с Мухтаром и Блязом что-то сделают уже. Или его перестанут бояться, или его уже что-то... Здравствуйте, огромный привет из Киргизии. Данияр, добрый вечер. Из Казахстана. Спасибо, что заглянули на страницу. Очень приятно, когда из других стран заглядывают, особенно соседних. Почему все у вас планируют? У меня тоже были проблемы в прямом эфире. Все плачут, потому что выходят так эмоциональные блоки. То есть те застои, которые мы же привыкли слезы не показывать. И я просто поднимаю те стрессы, которые в человеке внутри. И их выпускаю. Макбал, ты сейчас где сама? В каком городе? В Астане? Книгу написать я планирую в июне, июнь, июль, август. Я надеюсь, что я напишу что-то хотя бы. Я из себя как-то это вытащу. Потому что я пытался искать людей, которые мне помогут, возьмут интервью. Я честно не знаю. Как-то было очень сложно с этой книгой. Чем отличается формат мастер-класса и тренинга? Нужно сначала посетить МК, потом на тренинг. Или можно сразу на тренинг. Потому что разница в том, что просто во времени. Это раз. Во-вторых, по-на-полности. Это два. В-третьих, тренинг намного круче, чем индивидуалка, чем мастер-класс. И откровенно говоря, я делал мастер-класс, тренинг и индивидуальные сессии. Это для того, чтобы цеплять разные сегменты людей. Чтобы ты мог попробовать не задорого, а потом чуть подороже. И я это разбирал. Я на следующей неделе улетаю в Америку уже. Ты когда поедешь? И поэтому для этого я делал мастер-класс. И это чтобы был разный ценовой сегмент. Это больше маркетинг, наверное. Сразу вам говорю, это больше маркетинг. Но сейчас я, честно говоря, не знаю, сколько будет мастер-класс стоить. Сколько будет стоить индивидуально. Я знаю, сколько будет стоить тренинг. Я знаю мастер-класс. Я еще подумаю, какие форматы сделать. Я хочу еще сделать онлайн тренинг, который будет длиться месяц. За месяц будет закрытая встреча, которая будет внутри группы. В инстаграме или в ватсапе. Или в телеграме. И мы будем вести. Будут задания там каждый день. Будем выполнять, будем вместе медитировать. Но пока я материал не подготовил, я думаю, приеду из Америки и какой-то материал подготовлю. И будет более доступно и в массы через онлайн это все. Будет с моим участием, без моего участия. Ну, то есть, будут какие-то такие пробные занятия, такие, чтобы у людей было тоже... В общем, как-то интегрируюсь я в онлайн это все. Желаю, чтобы ваши книги стояли на полках наших меломанов. Ну, спасибо. Я надеюсь, что это когда-то... Что-то все отключилось опять. Я дышу. Что-то помало издать. Уже нет никого. Давай, закрывай глаза в душе. То же самое, да. Руку на печень, не? Сейчас я не знаю, пока дыши. Сейчас посмотрим. Руку на печень. Руку на печень. Руку на печень. Руку на печень. Что происходит, спрашиваю. Ну что же. Еще. Происходит сеанс. Онлайн. Ну ничего. Друзья, у меня на YouTube-канале есть это видео, я вчера загрузил. Там экскурсия по Дубаю на метро. Короче, прикольно. Станция 6 проехал с телефоном. Там нет машиниста. Я был на месте машиниста, где должен быть машинист. Прям прикольное получилось видео. Посмотрите. Еще Бурш-Халифа из этого представления, но оно такое, там масштаб непонятный видел. Главное, боль погибнет. Хорошо. Еще дышим. Айман, у тебя как дела? Нормально все. Чуть-чуть уши закладывает немного. Как при полете. Хорошо. Еще глубже давай. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тата-хилинг – это хорошо, но минус тата-хилинга в том, что его никто не чувствует. Вот в чем минус. Это очень тонкая энергия, и ее очень чувствительные люди чувствуют. То есть, надо над собой работать, чтобы это почувствовать. У меня при засыпании трясет тело, словно землетрясение, но в реале я без движения. С чем это может быть связано? Честно, не знаю. Руки, ноги, что там происходит? Ну, руки потеют, я не знаю, может, от волнения. И чуть-чуть такая, как бы мелкая дрожь подкожная, как бы по лицу. Ну, как бы, знаете, такие, как кровь. Ну, бывает же так, затекает или что-то такое. Угу. Хорошо. Дальше, дальше. Начиная от ушей, вот в область носа так, примерно. Мелко. Угу. Угу. И в горле присыхает, может, отдыхание просто. Угу. вы чувствуете что с ним происходит она очень много думает о чем происходит что это дает пока ничего уже неправильно как-то душу ты меньше думай пять минут я тебе даю еще заши глубоко и не думай это контролирует да я посмотрю что происходит потому что это уже первое пойдет что-то шевелит 3 воли у тебя еще до хера вот что у тебя происходит у тебя интуиция хорошо развита да вы у меня спрашиваете да есть вроде есть вроде так ты сейчас закрыла скажи мне куда ты сделала присутствует периодически просто отношения постоянных это с кем попало не хочется все вы так говорите но женщин то свою закрывать не надо даже если никого не с кем еще вдох положи руку вот ниже пука вот где там где вторая чакра знаешь да ты правую нижнюю левую обе положить прям туда вот прям на матку куда-нибудь давай вдох глубокий делает и выдох давай пошли и и и и и давай еще вдох прям раскачивай вторую чакру свою представь красный цвет и пусть она туда прямо вот дошай Доставай свою страсть эту девочку, доставай свою. Женщину, вытаскивай прям. Давай вдох. Из матки холод, выдыхай вот эту. Переодически. Давай еще. Доставай девочку вот эту дым. Вот так. Вот она и под желудка пошла. Давай-давай, вытаскивай. Вот отсутствие внутренней похвалы. Выдыхай. Вот так. Холод из матки выдыхай. Агрессия на мужчин пошла. Давай, вытаскивай. Ах, что ж скулы сводит. Давай. Убила бы нахер всех. Вытаскивай. Еще. Вот, на женщину гречку повезло. Давай. Еще. Попускай. Убила бы нахер. Убила бы нахер. Похpage. Так. Теперь начинаем. Вау. 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 Давай еще. Еще давай-давай, в Тассу. Из матки холод выпускай давай. Из матки холод выпускай давай. В домашних условиях самостоятельно так можно. Наверное, не знаю. Здесь на самом деле больше происходит, чем вам кажется. Здесь, если хотите, попробуйте. Аман, что чувствуешь в теле сейчас? Ну, 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 ну... Ну, 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 ну... Смотрите, какая сильная она выбивает аж. Как только начинает разбивать, начинает выбивать у нее все-таки. С любой проблемой можно обратиться, можно обратиться с любой проблемой. Не факт, что я помогу, конечно, но обращаться можно уже. По-разному все бывает, вы видите, то есть кто-то уходит в мозг, кто-то вот этот. Те, кто в мозг уходят, их только через, я так понял, через насилие. Где-то надо подвить, надавить, потому что там агрессии очень много. По времени вы самостоятельно хотите подышать, это забейте в YouTube, там есть прощение денег в моем видео. И, ну, послушайте, подышите под нее. Так будет проще. Немедленно сейчас можно. Давайте попробуем. Давайте с вами попробуем, потому что эфир скоро закончится. Отклонила. From Astana with Love. Вы отклонили. Ну ладно. Посмотрим. Зеваю, слезы из носа течет. Хорошо, может поработаем сами, не хотите? Не боитесь компьютер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут? Альжана. Альжана, дышите глубоко. Вы никого не напугаете? Ну, все спят. Все спят. Все спят. Я вот попыталась уединиться. Ага. Это самое такое дневное место. Да. Сам так прячусь. Закрывай глаза, просто подыши, давай посмотрим, что у тебя там выходит. Потому что, если ты так реагируешь просто по прямому эфиру, просто наблюдая, то у тебя стресс очень такой сильный получается. Закрывай глазки, давай подыши. Просто глубоко дышать. Да. Просто вдох через нос, выдох через рот, просто глубоко подыши. Ну еще. Дрожь должна быть в теле. Да. Давай дыши. Еще раз, Немец, скажи, пожалуйста, что-то вылетело. Альжана. Альжана. Ага. Давай все. Альжана. Или это просто волнение? Ты просто дыши сейчас меньше думай, ладно? А то будет так же, как и... Так, здрасту, иди еще отдыши. Когда ты хочешь плакать, плачь, не сдерживай, ладно? Потому что у тебя что-то все тело забитое, давай выдыхай. Давай вдох. Давай еще. Давай, глубже. Не переживай еще раз. Давай, давай. Теперь с печенью напряжение потихоньку вдохает. Ага, ну вот так. Я делаю с вами, я заплакал. Поплачьте. Руки, они мели. У тебя руки сейчас свернутся. Их прям вот, ну, их скорежит вот так. Сильно прям скорежит. Ага, давай. Ты только не пугай тебя, ладно? Меня слушай. Давай. Если эфир прервется, еще раз потом выйди, ладно? Я еще раз с тобой до конца надо будет завершить. Давай. Так, я делаю с вами. Дыши, 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 я все понял. Все, не разговаривай, вы просто Дыши. А, Жан, я когда к тебе, я по имени, ладно? Здесь вопросы задают, я пока поотвечаю, это Дыши. Так, я делаю с вами, я заплакал, это нормально, это нормально, да? Да, это хорошо. Давай еще. Для тех, кто только подключился, это не в дальней сессии, это онлайн. Мы работаем... Закрывай глаза. Не контролируй же. Это... Ага, давай. Вот так подвисает, смотри. Давай. Поплачь, будет легче. Давай. А-а-а, потихоньку давай. Я вижу, вижу. Не имею. Я вижу, ты мне не объясняй, плачет, я сказал. А-а-а, потихоньку давай. А-а-а, еще. Выпускай. Вот так хорошо. Вот так. Давай, давай, давай. А-а-а. Давай, 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 выпускай. А-а-а. Жанна, не объясняй, я вижу. Выдыхай. Плачь, я тебе говорю. А-а-а, давай-давай, выплачь. Чуть-чуть звук, да, Жанна? А-а-а. А-а-а, давай, выплачь. Давай, выплачь. А-а-а. Вот так молодец. А-а-а. 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 Поехали. Давай, давай, выплакивай. Закрой глаза, не контролируй, выплакивай, Жан. Закрой глаза, не контролируй. Здравствуйте, что это только зашла, я не поняла, спасибо. Это сеанс индивидуальный, Жан, не открывай глаза. Работа с энергиями. Сейчас мы прорабатываем ее в блоке. Энергические и эмоциональные. Это работа с эмоциями. Все хорошо, не пугайтесь. Жан, руки свернуло, да? Ага, давай, давай. В дуле, видите? Давай, давай, это хорошо. Это что-то вроде судорога. Вот так сворачивай, да-да-да. Выдыхай. Айжан, поплачь, тебе легче станет, я тебе говорю. Вот уже не смешно. Выплакивай. А потом я расскажу, что это такое. Что это все равно. Ага. Вот так, давай еще. Айжан, сплачь, я тебе говорю, скоро эссир закончится. Реви давай. Да... Ага. 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 Вот это всем неверующим объясняю, вот это влияние извне, это магия, это тебя кто-то, тебя колдует конкретно, да, 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 плачет, я говорю. Я не знаю, кому-то дорогу перешла, но это специально тебе сделали, плач, я тебе говорю, это сейчас выгибка. Вот так, молодец. Выдыхай. Вот так, молодец, еще. Давай, 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 выдох. Айжан, выдыхайте сюда. Выдох. Выдох. Жизнь – это вся наша из выборов. Выдох. Постоит. И вот такой магии очень много. Это, знаете, выдыхай, я тебе сказал. Я так понял, ты разбудить всех боишься, просто выдыхай. Выдох. Видите, дули. Правая рука мужиков тебе, еще раз-два. И вот тебе, как женщину, еще раз-два. Вот вам дули, вот они все. Выдох. Выдыхай. Айжан, выдыхай. Выдыхай. Айжан, выдыхай. Уже отпускает, нормально. Нашего уже. На расстоянии до богов. Просто доверие нужно. Человек, я же тебе меньше думал. Выдыхай, выдыхай, сейчас уже отпускает. Ага. Вот так. И все. Вот это вот снятие магического воздействия. Верите вы или не верите. В общем, оно выходит вот так. Делается оно очень легко. Это очень легко делают. Это там и земли кидают под дверь. И какие-то там иглы куда-то втыкают. Я, короче, не особо шарю в этих ритуалах. Я могу снимать. Как их делать, теоретически я знаю. Потому что я ни разу не делал. Что излечить, я не знаю. Я могу снять вот такие воздействия. Эмоциональные стрессы снять. Могу воздействия снять. Примерно вот так оно выходит. Вот. Это для тех, кто верит. Для тех, кто не верит, это просто эмоциональные блоки. Если не хотите. Просто вот это смешно, когда это не с тобой. Ага. Ну, смеется. Ты подыши. Это надо работать. Я так не вижу. Нет у меня хрустального шара. Там вижу на тебе воздействие. Я верю вот в такое. То, что физически проявляешь. Все, что физически имеет проявление. Энергетическое, психологическое. Я не знаю. В ютубе посмотрите, кому интересно. Есть прям записи с объяснениями. Много сессий очень. Айман, ты поплачь лучше, наверное. Айман, ты поплачь лучше, наверное. Это возможно, примерно. Есть люди, которые смотрят мои видео и так то же самое происходит. Самостоятельно делают. Но это очень смело, конечно. Айман, ты не знаешь, я не знаю. Если уже не жопа, то это магия. Айман, ты знаешь. Вот с такой вот штукой у тебя ничего не получается. То есть ты, что бы ты ни делал, у тебя все закрыто. Это да. Это по всему миру причем. Знаете, я думал, в Казахстане, в России там где-то этот. И у импортов то же самое выходит там, да. То есть англоязычных людей. Вот в Дубае то, что у них тоже выходит. У русских много выходит. У казахов выходит. То, что корректно, некорректно, это выбор человека. Вы корректно можете за деньги прийти на шанс. Я вам корректно сделаю. Я вообще, честно говоря, в последнее время немножко охреневаюсь с людей. Я в Ютуб выкладываю туда где-то и выкладываю, да, чтобы вы ознакомились, чтобы вам все корректно. Все его как-то беспокоить и заколоть. У человека у них свое право выбора, да. То есть он выходит либо в прямой эфир, он реально осознает, что это на показ. Вдыхай, вдыхай. Жанна, уплакивай. Зачем вам ее лицо? Это нормально, когда страх и смешно. Между слезами и смехом нет никакой разницы. Ажанна, выплакивай давай. Вот так. Мне записали в студии, знаете, аффирмации записали. И под аффирмациями пишут, что и голос не тот, и музыка, блядь, не та, еще что-то это. Я вообще просто, честно, вспоминаю просто. Можно же просто поблагодарить. Люди потратили время. Если человек слышит голоса, то, ну, это, я не знаю, смогу, если он захочет, я ему помогу. Если нет, то лучше пусть. Это должен стать человек решать. Спасибо, задавайте. Я буду отвечать. Это в Директ, или на WhatsApp. Когда все наприжмете, ну. Как вам попасть, напишите на WhatsApp, я вам отвечу, запишите, все, все. То далеко, можно вот так онлайн. Это страшно и смешно, это эти, ну, истерики, это нормально. Я так понял, тебя там отпустило? Да. Вы про меня или про кого? Ты дыши, я пока не про тебя. Ты заезжал же. Ты молодец. Я езжал. Да. Ты выплакивай, тебя сейчас отпустит уже. Чуть-чуть осталось, ты молодец, вообще крутая, потому что... Тебя, видать, приперло, я так понял, да? Да. Задолбалась уже, в трое все заебали уже. Да. Ты как стенку лбом бьешься, и ничего не получается. Это не из-за того, что ты дура. У тебя же и самооценка упадает. Уже и самоедкой начала заниматься, что с тобой что-то, блядь, не так. Да. А тебя просто перекрыли слегка. Ну, не слегка, но перекрыли. Так бывает, но ничего, выдыхай. Сейчас легче будет после чего-то. Начнем получаться. Угу. Значит, мне все норма, где все? Это надо смотреть, как бить надо. Айман. Ты добровольный, я смотрю, не отдашь. Твой мозг тебя имеет, поэтому... Попиши письма прощения, потом на три имплинии. Не нужно, чтобы тебя расшатало эмоционально. У тех, у кого мозг преобладает, тех нужно через тело выдавливать. И тогда, а сегодня свет такой, сегодня все сука умные. Все, блядь, со своим оценочным суждением, вот честно, прям, иногда охота взять, дать по лбу. И я сам такой, да, и сегодня этот, сейчас мир такой. То есть у всех иллюзий, что он умный, да, то есть берешь в гугл, залазишь и узнаешь все, что тебе нужно. Поэтому, если присоединяйся, то все, к чему это, это твои блоки выходят. Это значит, что ты много думаешь. Извините, много и без мата. Много и без мата. Верю в обстанавливаем блоки, ваша работа, спасибо. Эмоции выходят, все хорошо. Здорово. Что вы хотели, вы же мак получать? Ну, не мак, я не знаю вообще-то. Айжан, как дела? Хорошо. Ага. Ну, ладно, поплачу чуть-чуть. Потом, давай выплакивай. Приезжайте на курсе, это куда? Не нужно ей выпивать сто грамм. Сто грамм, оно отдаляет. Выдыхай, выдыхай. Жанна, вот пока не читай, ты выдыхай просто. Я надеюсь, кто на меня сейчас смотрит, не подумает, что я сумасшедшая. Да, вы все хорошо, не переживай. Вообще плевать, что люди думают. Вы кто? Я никак не могу понять. Боксы, что ли? Я, нет, это не боксы. Вообще, честно говоря, я сам разбираюсь и не могу понять. У меня почему-то это получается. Если я вам не начну объяснять, чем я занимаюсь, вы все равно никто мне не поверите. Поэтому, если просто, я помогаю людям освобождать их эмоциональные блоки. Вот те стрессы, которые у Айжан выглыл, их было много. Сейчас они все выходят, она не может их сдержать даже. Доводить себя так зачем? Это не доводить. Вы или молоды, или очень с оценочным суждением. Биоэнергетик, ну, возможно, не знаю. На КТК точно переби, это все назад. На скучной снимок. Там в Ютубе полно сейчас. Сеансов. Какая же. Айжан, говори, что с тобой происходит? В теле что? В начале меня всю как будто вот скрутило. А сейчас как будто отпускают, отпускают. У меня пальцы не могла я выпрямить. А потом они как-то расслабились и выпрямились. Я не могла. Они прям судорогой мне вот так сверили. А потом вот тут все онемело, вот тут все дрожало. А потом вот я начала, когда выплакивать, тогда отпускать стала. Когда просто дышала, не отпускала. А когда начала плакать, тогда начала отпускать. Сейчас чувствую вот в мизинцах такое чуточку-чуточку покалывание. Это уже все уже. Водок руки стряхни. Теперь давай чуть поговорим. Я тебя обетю, потому что это хрень вообще такая очень... Короче, смотри. Это... Как ты говоришь? Это магия. У тебя. Это тебе кто-то начитал. Короче, это не в спину плюнули. Это не просто завампирили. Это конкретно желали тебе зла. Я не знаю, кому ты там дорогу... Ну, я тебе просто расскажу. А ты как бы этот... Я не знаю, кому ты там дорогу перешла и кому ты там сильно так мешаешь. Но, в общем, оно так происходит. В ближайшую неделю где-то это проявятся те люди, которые тебя перекрыли. Возможно, да, там будет... Потому что пойдет возврат энергии. Инфаркт, инсульт. Там, ну, в зависимости от того, что они тебе сделали, с ними это произойдет. Да? То есть, и дай Бог, что это были люди, которые дальние. Если со всеми твоими близкими все хорошо, ну, вот с кем ты общаешься, это значит и в прошлой жизни где-то... Ну, в смысле, это было давно и неправда. Если кто-то вдруг резко что-то с ним происходит, это вот отсюда. Это все. Сколько раз тебе делали, я не вижу. Я такого... Я тебе не скажу, там, а на тебе там сколько-то... Но я бы рекомендовал прийти тебе на тренинг или индивидуальный, но вообще лучше на тренинг приходить, там за раз все вытащить. То есть, там за два дня по-любому вытащим больше, чем за индивидуальную сессию. Вот. С таким жить очень сложно, потому что ничего не получается, да? Ни отношения, ни работа. То есть, тебя перекрыли по всем фронтам. Я же видел, у тебя в дуле все свернулось. У тебя на руках были дули вот такие? Которые невозможно было взять. Ага. Да. Вот. Это вот тебе мужика, вот тебе этот, в общем, тебя везде. Поэтому, ну, все вроде сказал. А вы когда в Астане будете на тренинге? Тренинг будет, по-моему, 11-12 мая. То есть, седьмого я, седьмого, восьмого, девятое, десятое я буду принимать, а потом 11-12 мая будет тренинг. Вот. И тогда... В мае. В мае, да. Вот. Так что, там будет реклама, можешь внизу найти рекламу, там старую, которую вот уже тренинг, которые прошли. И там Сема, девочка, в общем, ей позвони, запишись. Все, она тебе заранее предупредит, когда человек туда подъедет. Хорошо. Я надеюсь, мои подписчики, которые это посмотрели, не в ужасе от меня. Это, в общем, в ужасе, это еще и на Ютубе, окажется. А! Прославилась! У меня не так много пока на Ютубе просмотров, так что не бойся. Почему-то эти индивидуальные сети никто не смотрит. Я думал, кто-то смотрит. А просмотров очень мало, поэтому смотрят аффирмации. А если я не хочу тому человеку зла, который на меня что-то там наслал? Ты можешь из себя какого-то угодно строить из себя Деву Марию, но, в общем, это законы физики, поэтому ты с этим ничего не сделаешь. Это, видишь, если ты не хочешь, чтобы это туда ушло, тогда надо было у тебя это оставить. Вот. Нет. Нет. А смотрите, а это может быть, ну, не специально, не на роком, ну, я не знаю, ну, просто... Я тебе сразу же сказал, это не в спину плюнули, это не просто вампиризм, это конкретно заказ на смерть. Правда? Да. От этого сразу не умирают, поэтому сильно можешь не пугаться так сильно, но это, ну, такой посыл, это на смерть такой дело. Все остальное выходит незаметно, то есть пришла, подышала, ничего не почувствовала, вот как перед тобой девушка, да? Такие вещи уходят незаметно, там в спину плюнули, там позавидовали, это ерунда, это снимается быстро. А магия уходит вот так долго. Я тебе так скажу, раньше мне нужно было, чтобы вот такое снять, мне нужно было 10 сеансов. А сейчас это, ну, вот так почему-то быстро происходит. Я не знаю, то ли я набрался какого-то опыта, то ли что-то произошло, и вот на некоторых людей почему-то вот очень быстро это вот так происходит. То есть у кого уже сильный стресс или у кого-то сильное перенапряжение, он готов отдать, я работаю очень быстро с такими людьми. А кто немножко зажат, я через боль пытаюсь это вытащить, но кто-то понимает, кто-то не понимает. Это разное. Я сейчас... Я увидела, что у вас прямой эфир, но пошла, уложила детей и думаю, самой спать мне или не спать. И потом я всё-таки думаю, нет, пойду посмотрю, вдруг ещё идёт прямой эфир и подключилась. Надо же. Спасибо. Я очень благодарна. Я думаю, что у вас быстрее стало получаться, потому что очень много обратной положительной энергии к вам идёт и у вас потенциал растёт. Вот, что-то происходит, потому что раньше так не было. А сейчас вот стало так. Я надеюсь, что это будет ещё круче. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Я запишу вас. Знаете, ещё в Астане есть ваши ученицы. Они меня тоже приглашали на вот этот тренинг «Махаляная свобода». И я в раздумьях была идти к вам или к ученицам. И вот... Как вы советуете? К кому? Ко мне пойти или куда ты собралась? Или к вашим ученицам тоже можно идти? Ты можешь сходить, конечно. Они... Вот смотри, вот в этом есть такая штука, что я вот учу, да, и у каждого своя энергия и на каждого придут люди. Кому есть больше отклик, туда и идей. И всё. Ну, я-то их не знаю, вас уже теперь знаю. Вот. Ну, тогда приходи. Приду обязательно. Спасибо. Пожалуйста. Всем, кто не верит, кто вот пишет комментарии, что... И я, честно, я просто вот по наитию как-то всё это... Это необъяснимо. Если вот кто-то сейчас смотрит и не верит, я хотела бы объяснить честно. Я не поняла, что со мной произошло, как это... Ну, честно, облегчение колоссальное. Не объяснить словами. Спасибо. Пожалуйста. Я не знаю, как... Как... Не знаю даже, как попрощаться. Спасибо. Пожалуйста. Давай, пока-пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. До встречи. Так, давайте сразу отвечу тех, кто там... По поводу Сури попьём. Я не пью, но давайте как-нибудь встретимся. Обычно, если типа боксы, сеансы ведут или ещё что-нибудь, они за это деньги не берут. Идите к тем, кому вы деньги платить не хотите. В общем, я же никого не заставляю. То есть, я работаю за деньги. Без денег я не работаю. Без денег я работаю в прямом эфире. Я работаю... Я делаю сеансы, которые снимают для Ютуба, но бесплатно я ничего больше делать не собираюсь. А почему дорого? Этот... У меня... Я задёшево уже очень много отработал и поверьте, через меня прошло большое количество людей. я... Поэтому... Всё. Мастер-кит в помощь всем. Мастер-кит недорого. Просто люди, если нечто не делают это от души. В общем, я никого спасать не собираюсь. Идите туда, где делают от души. Всё. Если вам кажется, что я здесь как-то кого-то чем-то... кому-то чего-то должен бесплатно. Бесплатно я работал, делал от души. Люди неблагодарны. Поэтому цену я назначаю сам. Вот. Если я сделаю сегодня сеанс бесплатно, я умру, блядь, через неделю. Потому что толпы придут народу. А мне это не нужно. Цена... Цена здесь имеет только регуляционную функцию, да? То есть, как только пошёл народ, который... с которым я не могу справляться, цену поднимаешь, и ты опять поток сужаешь. Всё. Лечить могу. А в Актюбинске пока не знаю. Вот тогда какой вы боксе? Я никакой боксе, поэтому идите к боксе. А как она узнала, что на неё что-то сделали? Она не знала этому социансу. Зачем вы про мой секрет говорите? Вы прямо на корейском разговорите. Это мой секрет или похожий? Это не мастер-кит. Мастер-кит вообще такого нет. Вот так 28 секунд осталось вообще обшёл. Это так на его обманывание. Ну и я тоже плохо чувствую себя. Бесы платят на вот сколько будет. Я дорого доберу, но мне так кажется. А с июня будет ещё дороже в два раза, поэтому я не знаю кто я, я просто человек, я люблю людей. Всё, давайте, пока.